В Херсонской области приступили к сбору самой дорогой в мире специи – шафраном. Ее еще называют красным золотом, которое добывают из крокусов. Шафран не только придает блюдам оригинальный вкус, но и оказывает лечебный эффект. Урожай собирала Енина Лебедева. Летом на полях Херсонской области цветут тюльпаны, лилия и ароматная лаванда. Осенью здесь распускается крокус сатиус. Из этого нежного цветка изготавливают самую дорогую в мире специю – шафран. Это тачиночка, которую мы выбираем, и есть специй и шафран. Собирают урожай на рассвете, пока бутон цветка не распустился. А уже когда выйдет солнце, пилюсточки раскроются, тогда уже нужно быстрее взрывать, чтобы не замять сами пилюстки. Крокус сатиус привезли на юг Украины из Голландии шесть лет назад. Херсонская область стала первой в нашей стране, где научились выращивать шафран. Уникальные цветки растут более чем на пяти гектарах земли. Если это деревня первого года, то это около шести килограммов. Если это деревня второго года, то это 15 килограммов. Если деревня уже от трех до восьми лет, то это с одного гектара 15 до 20 килограммов. Фермеру Виталию выращивать и изготавливать шафран помогает вся семья. Мы выбираем эти червоные тычиночки, потом их пересушиваем и складываем в холодильник. В каждом цветке всего три красные тычинки. Их извлекают вручную. Затем драгоценный материал сушат. Из одного килограмма цветов получается всего 14 граммов готовой специи. Это и делает ее самой дорогой в мире. Фермеры продают шафран ресторанам, сыроварням и кондитерам. И, конечно же, используют в семейном меню. Мы настоим на водичке, пьем чай, мед шафраном куштуем, добавляем плов, добавляем. Папа у нас любит шашлык с шафраном, только с шафраном маринует. Шафран не только придает блюдам изысканный вкус, но еще и лечит. За уникальные свойства специю называют красным золотом. Эта квитка очень целющая. По всему миру на сегодняшний день ведется очень много исследований относительно ее фармакологических качеств. Купуют ее люди, кто-то для улучшения зору, кто-то для улучшения сердцево-судинной системы. Много людей, которые проходят в данный момент курс химиотерапии. Плантации с крокусами всегда были открыты для посетителей. Но в этом сезоне свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Фермеры надеются возобновить экскурсии уже в следующем году.